Как творить милостыню, если зарплата маленькая? Ну, на самом деле, милостыня, она никаким образом не зависит от размера нашего дохода и размера нашего зарплата. Милостыня, она и смилостыня. Когда-то Иван Сергеевич Тургенев, меня это в свое еще до веры время поразило, у него есть стихи в прозе, там есть такой сюжет, когда он проходит мимо, ну, барин есть барин, а Тургенев был самым, пожалуй, барственным барином из всех баринов русской литературы. Вот, и он проходит мимо нищего, и нищий просит подаяния, а на беду у Тургенева не оказалось ничего, чтобы можно было подать. И тогда он просто протянул руку этому нищему, пожал ему руку. И нищий очень обрадовался, утешился. И из контекста получается, что это было для него отраднее, чем даже данные деньги, потому что деньги давало ему ощущение, что он может на это что-то купить, но не отнимало ощущение подачки, а поданная рука вернула его в сознание человеческого образа, о том, что он тоже человек, его приняли за человек, в нем увидели равного себе человека, то есть его душа, его чувство достоинства получили то, что не получали много-много лет. Вот такой вот эпизод, который говорит о том, что на самом деле милостью не можно подавать, даже если вообще нет никаких денег. Конечно, есть эпизоды совершенно, я бы так сказал, душераздирающие. В житии преподобного Серапиона описано, когда он пришел на... Он был монахом, когда он пришел в город по делам, проходил через торжеще, и какой-то нищий попросил у него нечто, а у него было только Евангелие и одежда. Вот, он отдал одежду и сидит голый, идти голым дальше не может, сидит в уголке, прижавшись к Евангелию, скрючившись, сидит и молится. Вот, проходил мимо человек, который знал его как великого подвижника, и говорит, что ж ты такой голый-то сидишь, почему ты так, как так, а получилось-то, что ты так голым-то здесь в городе оказался. Говорит, а вот, показывает на ангелие, вот оно заставило меня отдать одежду. Вот, то есть даже, ну вот есть такие сверхъестественные вещи, когда дать можно просто разделить кусок хлеба или одежды. Иногда это стоит гораздо дороже, чем какая-то поданная милость. Ведь, в конце концов, для нас евангельским образцом милости является вдова, подавшего крошечную монетку, но она отдала все пропитание, подала больше всех. И Бог свидетельствует, что милость Божья к дому этой вдовы не иссякнет. И вдова в Сарепте Сидонской сделала так же, отдала Илье Пророку единственное пропитание свое и спаслась от голода. И таких случаев в Писании много. Мы можем подать, скажем, рубль, но этот рубль будет стоить дороже, чем тысяча, отданная другим с барского плеча. Мы можем подать пять рублей. Это будет дорогого стоить. Но вот даже в сложные времена, скажем, когда вот я порой не имел денег на то, чтобы купить хлеба, такой был особенно в первое время жизни в городе, подавал, исходя из того, сколько стоит булка хлеба. У меня была мелочь. Вот это буквально была мелочь. Там десятикопеечные монеты, там пятидесятикопеечные тогда монеты рубли. И вот когда человек просил, отдавал ему столько, 20 рублей она тогда стоила, чтобы человек мог поесть. Он не умрет с голоду, даже если больше ему никто ничего не подаст. Вот. Можно давать таким образом. Если у человека есть зарплата или пенсия в районе 15 тысяч, таким образом он может давать милостыни людям. Не по 100 рублей, не решать их финансовые проблемы. Да, когда они приходят и говорят, оплати мне билеты в Мексику, мне надо срочно доехать к бабушке или там. Вот. Не могу доехать до Бали, надо срочно, чтобы самолет кто-то оплатил. Вот. Такое тоже бывает. Люди подходят. Вот. Да, конечно, вы не можете им помочь доехать к бабушке или к дедушке, или к жене, или к сыну. Вот. Помогут другие. Бог, в конце концов, поможет. С вас никто этого не требует. Вы даете столько, сколько можете дать. Никто не вправе спрашивать у вас отчета, сколько вы дали и почему вы дали. Главное – дать. Главное – дать, потому что сжалиться над просящим человеком – вот что важно. Умягчить сердце, умягчить руку и дать. Хоть крошечную копеечку оторвать от себя и дать – вот это требует от нас Бог. Ни количество жертв, ни количество милости, ни даже нерешенные, чужие, как правило, надуманные проблемы. В конце концов, человек всегда может их попросить у Бога. Вот, а смягчиться и расширить свое сердце и руку до нужд другого человека. И Бог говорит две вещи. Во-первых, раз вы помиловали, то и я и залью на вас милость свою. А во-вторых, раз вы отдали милостям, то все, что у вас осталось, будет надежно, защищено и благословено. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...